ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Приветос, амигас! Ну что ж, время идёт, а ответа по поводу пресс-аккаунта от Mail.ru всё нет и нет. Как сказал комьюнити-менеджер, что свяжется со мной, когда у него появится информация, так и глухо. Но я думаю, что на самом деле не дадут. Либо про меня уже забыли, либо решили задинамить. Либо решили обойтись силами уже имеющихся у них вододелов, Никитоса и Мистера Бровки домиком. Ну и к тому же, наверное, надеются на свою потрясающую пиар-акцию, о которой я сейчас и расскажу. Дело в том, что проект Армата в честь Игромира решила замутить, даже не знаю, не конкурс, а лотерею с розыгрышем некоего транспортного средства. Я пока так скажу, на случай, если вы не в курсе замеса. Если мне не изменяет память, то на Игромире трёхлетней давности Wargaming разыграл две полноприводные тачки, причём прямо со сцены. Сам я там, понятное дело, не присутствовал, но видел об этом видос. В случае Armored Warfare проект Армата, пришедшие на Игромир могли только зарегистрироваться в терминале у их стенда, чтобы стать участником. Ну или не париться и не ходить на Игромир, а просто зайти на их сайт и ткнуть кнопку «Хочу участвовать», и вы автоматически становитесь участником этого мега-розыгрыша. Вот, значит, по поводу того, что они решили разыгрывать. Я уже сказал, да, что Wargaming бахнул тогда два внедорожника, таких очень даже недушных. Ну, а поскольку недавно один обосанный и обосранный паблик ВКонтакте, даже паблик ВКонтакте сумел разыграть BMW, ну, многие не верят, конечно, в том числе и я. То есть, надо как-то козырнуть, надо как-то переплюнуть, и в итоге Armored Warfare проект Армата разыгрывают BRDM2, бронированную разведывательно-дозорную машину, стильно раскрашенную в какие-то пестрые цвета. Честно говоря, этот ход их рекламного отдела какой-то довольно сомнительный, потому что даже если поезженную бомбу от IGM выиграть хотелось едва ли не всем, ну, потому что BMW она и в Африке, BMW это автомобиль, на нем можно ездить по городу, цеплять девочек, то на кой хер кому нужна эта BRDM2 вообще непонятно. Хорошо, если выиграет ее какой-нибудь лесник или охотник, отгонит ее в деревню, там, на дачу, где-нибудь по лесу на ней ездить. А если выиграет какой-нибудь рядовой горожанин или школьник, не дай бог, и батьке отдаст, ну, кому надо ездить на этой жилыге по городу, это же, ну, просто, ну, реально, это ведро с окнами. Там даже нету не то, что заднего зеркала, там боковое зеркало только одно. Габариты этой машины создадут серьезный геморрой в поиске парковочного места там, я не знаю, ну, езде по двору или по тесным маленьким улочкам центра города. Я уж молчу про то, что я даже не представляю права, какой категории нужны на управление этой техникой, это как она пройдет, как грузовик или как автомобиль легковой все-таки, я, вот, объясните, кто в курсе. Немного цифр. Ширина новой шестой Мазды метр восемьдесят. Ширина БРДМ-2 два метра тридцать сантиметров, тридцать пять. То есть на полметра шире, чем шестая Мазда эта жлыга. Даже больше скажу, ширина Хаммера первого. Помните эту огромную машину, которую уже не видно почему-то на дорогах? Вероятнее всего потому, что на ней невозможно проехать по двору, заставленному машинами. Так вот, даже там ширина была два метра девятнадцать сантиметров. То есть БРДМ-2 шире Хаммера первого. Ну и длина, конечно, там шесть метров без копеек порадует ваших соседей по парковочным местам. Зато эта машинка питается 76-м бензином. Правда, насчет ее аппетитов я опять-таки не в курсе, но думаю, что аппетиты у нее довольно-таки неплохие. Машина была бы полезна для тех, кто живет в таких населенных пунктах, которые у нас ежегодно затапливают. Потому что эта машина может плавать. Интересно, как бы оценили сотрудники ГИБДД объезд пробки по Москва-реке в столице. Даже не объезд, а плыв. Ведь машина может плавать, почему бы не пользоваться этим преимуществом. Вот было бы любопытно, как бы они оценили такой маневр. Да, ну и опять-таки надо понимать, что вход и выход в этот автомобиль осуществляется через его крышу, через люк. В общем, я не знаю, кто может мечтать об обладании таким шикарным автомобилем, как БРДМ-2. Ну, я опять же, либо школьники, либо охотники какие-нибудь. Все, больше он, по идее, никому не нужен. Напишите в комментах, хотели бы вы получить БРДМ-2, став победителем в конкурсе. Или все-таки лучше было бы, если бы проект Армата разыграл новейший российский джип Тигр. Но, видите ли, я думаю, что побоялись, что у победителя лицо тогда от радости треснет, да. Вот, и побеспокоились за его здоровье и сделали главным призом БРДМ-2. Но тогда, опять же, могли бы разыграть первый Хаммер, тоже стилизованный и раскрашенный. Уж все-таки он больше похож на нормальный автомобиль, и на нем можно ездить нормально по городу. Кстати, регистрация участников будет идти до 10 декабря. Посему очередной юмористический вопрос. А для езды по городскому гололеду зимняя резина, шипованная, в комплекте идет? Или она не нужна БРДМ-2? И сотрудники ГИБДД тоже не будут ее останавливать и спрашивать, а почему вы не на шиповке ездите, собственно, зимой по гололеду? Кстати, опять-таки, а что насчет техосмотра? Где такая машина должна его проходить? И в случае какой-либо поломки или неисправности, есть ли смысл пригонять ее на СТО или сразу везти в какую-нибудь военную часть? О, а попробуйте зайти в какой-нибудь автомагазин и спросить, здравствуйте, а у вас есть дворники на БРДМ-2? Вообще жаль, что с нее пулемет сняли, так бы поклонникам активного отдыха на природе, она бы понравилась еще больше. Ездишь по лесу, ищешь кабана, чтобы из пулемета расстрелять. Или в реку заплыл с удочкой, ловишь рыбу, там, ждешь рыб надзоркой, да, приплывет. А где резину брать на эту машину, когда она износится? И на какой шиномонтаж лучше пригнать, чтобы переобули? Где домкрат 6 тонн сможет приподнять, чтобы колеса-то открутить? Ну, а если вы все-таки загорелись желанием получить такую машину, она вам нужна на даче или в деревне поле пахать, запрягать там ее в плуг вместо лошади, но в конкурсе вы, скорее всего, ее не выиграете, потому что желающих, вероятно, будет очень дохрена, эту машину всегда можно купить. Если брать с консервации модель стоковую без башни, то цена вопроса от 750 тысяч рублей, а с башней, но немного ржавую, от 900 тысяч рублей, ну а тюнингованную и покрашенную от 1 миллиона 100 тысяч рублей до 1 миллиона 400 тысяч рублей. То есть, Mail.ru на этот конкурс не очень-то и потратился, не правда ли? Решили влупить дешево, но сердито. Согласитесь, приз внушает, потому что большинство людей, скорее всего, не задавалось вопросом, можно ли приобрести такую технику, но это мало кому в голову приходит из рядовых-то горожан. Но в любом случае, за конкурс, где надо всего лишь кликнуть на кнопку, даже не надо лайк ставить и делать репост, как это обычно принято, и такой приз, награда, в общем, очень даже замечательная. Другой вопрос, что многие из вас сейчас думают, что выиграю и продам его нахер. Ну так вот, в том-то и дело, что такая лотерея, приз в которой хочется только раз что продать, она неинтересна, о том и речь. Но в любом случае, показуха засчитана. Желаю удачи всем участникам, кому это БРДМ нужна, кому не нужна. Желаю удачи разработчику, успешно им развиваться. Желаю им, наконец-то, дать мне пресс-аккаунт, дабы я запилил им пару нормальных роликов, которые посмотрят по полмиллиона человек. Ну да, есть у меня такие наполеоновские планы. На этом, в общем-то, все. Пишите, что думаете, жмите, что хотите, и адью, амигас.